Как сделать в дальнейшем, чтобы слова «Россия» и «допинг» в одном предложении больше никогда не пересекались? Ну, у меня, естественно, тоже эта ситуация вызывает крайне противоречивые чувства. Мне уже приходилось высказываться, есть ли эта проблема допинга у нас. Есть. И очевидно, что это неприемлемо, с учетом общих подходов тому, как должен развиваться спорт в современном мире. При том, что, знаете, это часто сопровождается какими словами? На уровне лозунгов это как бы неприемлемо, а на уровне конкретной работы с конкретным спортсменом нормально. Плюс это ответственность спортсмена в конечном счете, вот он сам что-то должен решать. Я думаю, что все-таки мы здесь должны занять более строгую позицию по этому поводу в отношении всех тех, кто принимает решения об использовании препаратов. При понимании, конечно, того, что финальная ответственность все-таки лежит именно на спортсмене и на его враче. Вот это первое. Второе. Все, что связано с этим допинговым скандалом, уже мне напоминает бесконечный антироссийский сериал. Приняли решение, наказали, отстранили. Потом где-то снова зачесалось. Решили, давай-ка мы еще раз посмотрим те же самые списки, те же самые пробы. Нет ли чего-то того, что мы пропустили. И подвергнем уже тех, кто, во-первых, отвечал по сути вторичной ответственности. Да еще и в ряде случаев распространим эту ответственность на спортсменов. Без учета их вины. Ну, понимаете, это же все-таки, как и любое правонарушение, а использование допинга с точки зрения спортивного законодательства, это правонарушение, оно может быть совершено только при наличии вины. Как любое правонарушение. Если лицо не знало, как говорят юристы, и не должно было знать о том, что оно использует допинг, и не могло знать, то оно не должно отвечать. И, кстати, такую позицию в какой-то период занял КАС, вы помните. С чем потом не согласились некоторые другие структуры, но КАС-то занял объективную позицию, то есть спортивный суд, я имею в виду. Значит, вполне вероятно, что решение будет достаточно сложным для нашей страны. Но, естественно, нашим спортивным властям, и Минспорту, и другим даны указания сражаться за наши интересы, за интересы каждого спортсмена, для того, чтобы они могли принять участие в спортивных состязаниях. Поэтому проблема делится на две части. Мы должны, конечно, и дальше проводить работу, направленную на борьбу с допингом в нашей стране, потому что здесь мы грешны. Но! А другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры, но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают. Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией. Но работу эту проводить надо. А с другой стороны, нужно будет биться, и мы это делаем за интересы российского спорта и российских спортсменов. Поживем, увидим, чем это все закончится.